Итак, всех приветствую! Мужчина чертит прямую линию, затем сливающийся с ней вершинный треугольник, после чего добавляет еще один треугольник, наполовину входящий в первый, как своеобразная угловая пробка. Заметив вас, мужчина буквально расцветает. Похоже, он только и дожидался свежего лица в этом сомнительном заведении. Эгей, товарищи, чего такой запылившийся? По забросам слонялся, а? Колись. Ох, ох, вроде бы уколол тебя, сынок, за твою дичайшую неопрятность, а неудобно в первую очередь стало мне, отцу. Отцу, не уследившему за асоциальными закидонами своего ребенка грязнули. Грязного мальчишки, свинтуса. Дичайше неприятным, я прямо скажем, никого не называл, да и вообще все это было наполовину в шутку сказано, чтобы разговор начать. Нет, руинок таком бы я не люблю. Везирая мародеров. Ну вот, первый. И ничего, я не запылившийся, я слежу за своим внешним видом. Мужчина поправляет очки и смотрит на вас с большим вниманием. Хех, ну да, точно. Я, видать, желаемое за действительное снова выдал, понимаешь? Ну, позарез мне нужно сейчас, нужен человек, который не прочь в одну руину забраться, ну, далеко не за даром, разумеется, а за хорошие деньги. Расскажи, хотя нет, давайте с ним познакомимся сначала. Ты бы хоть представился? Ах, ну да, точно, Валентин меня зовут, но можно просто Валя, Валя Сатановский. Окей. Чем ты тут занимаешься? Да вот, раньше в союзной почте работал, посылки доставлял, теперь тоже что-то в этом духе вытворяю. Только вещички, конечно, более редкие и ценные, чем открытки и тюремные передачки. Да блин, иногда такое доставить просят, о существовании и свойствах, чего за всю жизнь нигде не слыхал. Но не будем об этом. Угу. Что про это место скажешь? Такое хорошее старинное слово есть, вертепа. Вот это он самый, только легкодоступных женщин, конечно, не хватает. Вот этот мужик сечет главную проблему этих, на первый взгляд, вполне адекватных, а на второй взгляд, разочаровывающих и прогнивших до костей пустошей. Пустошей вынужденного целебата, как я их называю. Да ну, молодой человек, у тебя с этим такие же проблемы, как у этого стареющего товарища, что расселся перед тобой. Все твои годы у меня, в твои годы у меня в этом плане все было в порядке. Тогда другое время было, другое ценилось в мужчинах, понятно? Или тебе шею свернуть, чтобы понял? Ой, только без рукоприкладства. Мы же тут культурные люди. Ясно. Давай слухи, сплетни. Недавно про перевал Дятлова снова думать начал. Просто с мужчиной познакомился одним, который мне чем-то про этот таинственный случай напомнил. На Северном Урале событие произошло в 59-м. Молодые крепкие ребята, опытные походники, все погибли. Выбежали из палаток полуголые и померзли. Даже сейчас такое событие бы показалось людям странным. А для тех времен вообще паранормальное. Отчего, почему? Все, кто слышал про это происшествие, голову ломали. Но хочешь знать, что я думаю? Мне кажется, это снежные люди их из палаток выкурили. Древняя раса бледных горилл. Понятно. Хорошо, я тебя понял. Ты искал кого-то, кто полез бы в районы заплаты. Я готов выслушать твое предложение. Мужчина несколько раз кивает вам, после чего ерзает на стуле, чтобы приблизиться к вам, не вставая на ноги. Выбив на столешнице замысловатый ритм костяшками пальцев, он наконец начинает говорить. В этом городе парадоксально хорошо сохранилась центральная больничка. Конечно, от эскулапов в ней только обгорелые косточки остались, но само здание продолжает стоять. Мне, точнее, одному моему деловому партнеру позарез нужна приспособа, которая вполне могла сохраниться. Либо в операционной, либо, если ее не до конца еще обчистили. Либо в подвальном хранилище медицинской техники. За пару лет до войны такими каждый крупный госпиталь снабжался. Вещица называется хранилище Морозко. Выглядит как чемоданчик с герметично запирающейся емкостью и тремя колбами с химикатами внутри. На внешней стороне маркировка СовМедТеха и, собственно, название. Что за химикаты? Они опасны? Ничуть. Это портативное средство транспортировки внутренних органов человека и животных. У нас же медицина уго-го какая была до того, как все сгорело к чертям собачьим. Сердце болит, новое тебе пересадим. Почка отвалилась, сейчас чужую пришьем. Химикаты в этом чемоданчике, которые замедляют разложение изъятых из тела потрохов. А зачем это тебе? Не для меня, а для делового партнера. Он, знаешь ли, больницу открывать планирует. Сердобольный такой гражданин. Прямо диву даться можно. А чего ты сам не пойдешь искать? Лет пять назад запросто бы сам полез и не было бы у нас этой беседы. Да вот сейчас уже организм не тот, так что приходится чужой труд эксплуатировать. А ты случайно не эту бесполезную штуку ищешь? Мужчина с трепетом оглядывает принесенный вами чемоданчик. Но мы его уже давно добыли, то есть сходили в эту локацию, там получили. Просто этого персонажа почему-то в свое время не нашли. Ого, точно, это тот самый саквояж, прямо как на картинках в старых журналах. Сейчас, погоди, деньги достану. Тысяча рубликов за твои старания идет. Мужик, видел бы ты, как он мне достался, постыдился бы так мало предлагать. Ваш собеседник виноват, улыбается. Вам дополнительно 200 рублей подкидывает. Виноват, в такие детали действительно не вникал, да и не хочется. Просто бери надбавку и смотри, не растрать все в одном месте. Отлично. Мужчина с довольной улыбкой передает вам деньги. Забирает из ваших рук кейсы и быстро прячет его под свой стул. Отлично. Так, ну и вот говорят, что после, собственно, задания вот этого товарища, наш мистер детектив должен зашевелиться. Дальше произойти я как-то наперед. Но какие-то вот общие детали для себя отразил. Так, нырну-ка я в свой чудо-костюм. Так, на базу сталкеров двигаем. Посмотрим, чем все это закончится. Проходим мимо. По метро я больше ходить не буду. Там слишком много событий возникает, с которыми мне разбираться абсолютно неохота. Сейчас мы с сыром-то перекусим. Вот тут мало того, что идти в разы меньше, так еще и событий случаются в десяток раз меньше. Вот прям вообще вопросов ноли. Это не то, что вот, блин, ползаешь там по метро. В метро-то ты там только-то мутанты, то еще какое-то говно на тебя лезет. Не успеваешь отбиваться от всей этой кутюрьмы. Так-с. Ты все еще там стоишь? Да сколько можно? Да что за нафиг вообще? Как начать хоть какое-то выполнение этого квеста? Бесит уже. Ну не движется этот квест. Никак вообще. Что нужно делать? Попробуем тогда по-другому. Потому что я примерно знаю, в каком порядке это все должно двигаться. Ждем 12 часов. Приобретаем невероятный голод между делом. Че, сыщик еще не свалил? Не свалил. Не знаю. Что еще? делать? Ну, вроде бы, мы тут все второстепенные задания выполнили, какие только можно. Этот все стоит над трупом. Не знаю, не знаю, что делать аж. Что же можно сделать? Снова на базовых вахтовиков идти. Снова, блин, гуглить. Я-то уж думал, само все произойдет. Ну, типа, там, ну, в прохождении, как говорится, что типа, ну, просто там, блядь, драться с этим еще. Просто, типа, выполнять задания и, типа, вот, все пишут, что я вот, когда это морозка вернул, типа, ко мне сразу этот пришел детектив и сказал, что делать дальше. Вот. Типа, на выходе с метро меня встретил. Так, ну, давайте я тут сам за кадром похожу, как бы, тут, на самом деле, мы это все тысячу раз уже видели. Не, не даю даже паузу нажать. Все, отлично. Да, цирк еще тот. Я, вроде бы, разобрался, почему баг в этом квесте происходит. В общем, нужно вернуться в старую больницу, выбросить чемоданчик, поднять его снова, и тогда квест закроется нормально. Я пробовал разные способы. Есть, ну, сначала я попробовал, соответственно, который мы с вами сделали, то есть сразу же ему в руки отдать. Квест вообще пропадает из журнала, то есть он даже в завершенных не отображается. А потом я пробовал перед взятием квеста выбросить чемоданчик, пойти потом сдать его. Квест остается болтаться активным, ничего не происходит. Следующее, что я пробовал... Так, нам куда? Вот сюда. Это, соответственно, я взял квест, вернулся в больничку, выбросил чемоданчик, поднял его, и тогда квест засчитался уже наполовину. И сейчас на базе вахтовиков мы попробуем его сдать, и надеюсь, что господин... детектив соизволит появиться, что все триггеры сработают должным образом. А то, конечно, цирк подобного масштаба мне неприятен. Смотрим. Ага, отлично. Вот, база вахтовиков, чемоданчик, все. То есть у нас нормально по журналу все прошло. Так, ну-ка. Во! Есть! Отлично, блядь. Неожиданно вам на встречу выходит детектив, человек, которого Акурдес, неофициальный глава сталкеров на станции Комсомольская, назначил вести расследование преступления неуловимого маньяка Дятла. Мужчина выглядит напряженным, если не сказать запуганным. Вот и ты, как я рад, что мне не пришлось тебя долго искать. Угу. Сделать вид, что вы не узнали его. Ближе к делу, что приключилось. Вяленый, Вяленого убили, помнишь? Это он нашел последний труп на путях, и вот теперь его самого. Все улики указывают, что это снова был Дятел. Угу. А где нашли труп на этот раз? В заброшенном универмаге, видать, бедолага, Вяленый решил прошвырнуться по городу. Там-то его Дятелы настиг, а ведь ему советовали, что это глупо одному идти. Когда убийство произошло? Совсем недавно, может, несколько часов назад, не более. Есть подозреваемые. Детектив со вздохом отводит взгляд в сторону. Как и прежде, есть некоторые догадки, но не более. Ну, поделись ими. Теперь мне кажется, что Дятел может иметь сообщника, сообщника или сообщников. Я понимаю, все ворчат, что Детектив слишком долго бьется с этим делом, но послушай, не может один человек так легко избегать любой облавы и при этом оставлять минимум улик. Угу. Могут быть сообщники, а может Дятел имеет доступ к расследованию. Все возможно. Действительно странно на самом деле. Мне казалось, что Дятел должен быть одиночкой. А может, это не сообщники, а скажем так, друзья. Нужно обдумать этот вариант. А кто нашел убитого, он-то хоть жив? Вяленого я нашел, но погоди судить. Зная, что он проходит свидетелем, решил проследить за тем, куда он пойдет. Упустил его след всего-то на полчаса и вот результат. Чем ты занимался эти полчаса? Я заметил нераскрытый чемодан и решил проверить его содержимое. А что такое? Ты думал, что Курдес мне платит, деньги нам полагаются только за результат. Я вызвал ребят и мы перетащили труп обратно на станцию. Вроде бы все подозрительное, что там было, тоже прихватили, но вдруг что пропустили. Я бы хотел, чтобы ты тоже прошелся по универмагу, поискал чего-нибудь, что нам может помочь. Сомнительно, конечно, но свежий взгляд иногда творит чудеса. А вы что такого подозрительного нашли? Честно говоря, немного крови, пара следов рядом с трупом, стандартная подошва для сталкерских сапогов. Остальное там было мусором, но ты ведь... Но тут ведь город состоит из мусора. Как отличить, что важно, а что нет? Вяленого, как я понимаю, пытали, а в голове дыра. Да, все как обычно, единственное, теперь дятел явно работал быстро. На теле гораздо меньше следов от пыток. Возможно, я его спугнул. А чем ты сейчас планируешь заняться? Дотектив пожимает плечами. Буду размышлять над убитым в трупной и пытаться прийти к какому-нибудь пониманию из этой сложной задачи. Посмотрим, универмаг находится вот тут. Он указывает точку на вашей карте. Удачи, а я пойду разбираться с трупом. Так, ну наконец-то, господи, что-то произошло. Блин, я еще и бак умудрился обойти, ну вообще потрясающе. Чувствую себя невероятным богом тестирования программистом, не знаю, который пишет на всевозможных миллионах языках программирования. Так, штарая больница нам не нужна, а вот универмаг нас интересует. Про универмаг я, кстати, знал, что нам туда придется идти. Я даже, как вариант, туда сходил, но там как бы ничего не было, кроме огромного количества трупов этих теней, которых мы раньше уже убивали. Что, я радиации нахватал, да? Ну, 31 единицу схватил. О, смотрите, трупы теней пропали. Так, тут все понятно, это кровь убитого. Чьи-то следы, прям следы такие. Интересно, куда ведут эти следы? Сомневаюсь, что маньяк использовал эти часы, чтобы убить свою жертву. Так, сгущенку я возьму. Вряд ли эти кирпичи были орудием убийства, на них нет следов крови. Сапоги? Может, это сапоги жертвы? Обычные курки, хотя стоп, среди них есть тонкие мятные сигареты, это редкость. О, а я помню, кто у нас такие курил, про кого-то говорилось. Вы кладете один из закрутков себе в карман, это стоит показать детективу. Отлично. разобрались. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Двигаем к сталкерам. Да, говорится. Идем дальше. Избежать? Избежать? Отлично. Так, добрались до базы сталкеров. Сейчас мы снова будем исследовать труп, я так понимаю. скорей-скорей-скорей. Так, не-не-не-не-не. Туды? Вы застаете идущего последу маньяка дятла детектива за его привычным занятием. Мужчина, чуть приоткрыв рот, смотрит в пустоту и бормочет себе под нос какие-то несвязанные фразы. Очевидная идея влезть в шкуру убийцы, чтобы высадить его среди сталкеров стал для этого человека навязчивой. Заметив ваше присутствие, детектив фокусирует свой взгляд на вас и кивает. Надеюсь, что ты уже успел посетить универмаг. Прошло достаточно много времени. Да, я там был. Интересных улик действительно не густо. Кроме вот этого бычка. Детектив внимательно осматривает окурок и задумчиво потеряет подбородок. Редкая штука. Здесь на станции только один человек курит такие Кажется, я уже разговаривал с этим человеком. Он курил тонкие мятные папироски. Ты про Пижона, да? Ого, это он. Я как назло, его сейчас нет на станции. Когда я вышел подышать свежим воздухом, я видел, как он поднимался наружу. Черт, мне даже в голову не пришло его остановить. Как ты думаешь, он может быть нашим убийцей? Не знаю, убийцей может быть кто угодно, но он явно зацепкой допросить его дело чести. И что нам теперь делать? Ждать у моря погоды? Нет, конечно, секундочку, дай мне кое-что вспомнить. С озабоченным видом детектив начинает потерять виски, его взгляд устремлен в одну точку, а губы что-то беззвучно шепчут. Наконец, он медленно выпрямляется и неуверенно смотрит на вас. Я помню, он крутился возле входа в магазин перед тем, как уйти. Так и не вошел, но зато успел поговорить с опустившимся сталкером, который всегда ошивается неподалеку. Кажется, его кличка Моль. Может быть, он знает, куда направился Пижон. Пожалуйста, поговори с ним, а я постою рядом. А почему ты сам не можешь поговорить с Молью? Ну, тут такое дело, я даже со своей родней общий язык найти не могу. А Моль странный человек, боюсь, что я просто спугну его или поругаюсь с ним. Лучше перестраховаться. Ладно, идем, мне кажется, что мы максимально близко к разгадке. Кто знает, кто знает, может и близко. А может и нет, а может и да, а может и нет, а может и да. Так, идем знакомиться с Молью в очередной раз. Слушай, я хотел с тобой поговорить по поводу Пижона. Пижона, ну, знаю я его батюшка, а че он вам? Мы хотим узнать, куда он пошел. Ой-ой-ой, а я ведь и не знаю таких подробностей. Вы о чем вообще? Не прикидывайся ветошью, отец, что он тебе рассказал? Или нет? Слушай, у нас важное дело, мы же маньяка ищем. Маньяка, так вам с Курдусом нужно поговорить или еще с какими-нибудь солидными господами? Я-то вам зачем? Наоборот, ты нам как раз и нужен, мы хотим разыскать Пижона. Ищите маньяка, нужен вам Пижона, обращайтесь ко мне, ничего не понимаю. Мы ловим маньяка, он, между прочим, и тебя может убить. Правду, ты говоришь, маньяк это общая проблема, вне зависимости от достатка и положения в обществе. Значит, слушайте, Пижон хотел в магазин зайти, прикупить или продать чего, но не решился почему-то. Покачал только головой и говорит мне, ты, мол, божий дурачок, даже не знаешь, что в мертвом городе творится. Потом, как хлопнул меня по спине, я чуть носом в бетон не упал и продолжает. Да никто и не знает и не узнает. Посмеемся. И посмеялся, не поймея чего, затем у него рация в кармане включилась и он тихо о чем-то разговаривал, но тихо, не тихо, а я расслышал. На старенькую детскую площадку он собирался что-то там искать и с кем-то встречаться и общаться. То одному, в общем, одному бесу известно. Вот такая вот информация вам, молодые люди. Делайте с ней, что хотите, только пижону не говорите, что я на него доложил. Не расскажем. Свидетель, я считаю, имеет право на сохранение своей анонимности. Детская площадка, значит. Угу, детектив показывает, где она находится. Ступай туда, я отдельно пойду. Хочу сперва разведать обстановку. Это может быть засада. Дело крайне мутное, лучше быть готовым к чему угодно. Наша служба и опасна, и трудна. Па-па-па-па-пам. И на первый взгляд как будто не видна. Чую, что задницы будут надраны, а правосудие подано. Хех, прикольно. Окей, идем надирать задницы. Посмотрим, чем закончится надирание задниц. Благо детская площадка не особо далеко. Сколько у нас до следующего уровня? Ох, так совсем немного. А, нет, какой? Пять тысяч еще примерно. Все рядом, все близко. Так, сохраняемся и заходим. Вы осторожно приближаетесь к детской площадке, как вдруг вам навстречу выходит детектив. Он с озабоченным видом останавливает вас и бросает напряженный взгляд себе за спину. Наконец-то тише, пижон уже на месте, гляди. О, с медицинским чемоданчиком. Стоит, выжидает чего-то. Детектив невольно ежится и снова поворачивается к вам. Нужно и нам подождать, понаблюдать за его действиями. Я предлагаю наброситься на него всей толпой и повязать. А зачем тянуть гипотетическую резину? Не тому нас премного уважаемый Феликс Эдмундович учил. Че мы от него всего-то в нескольких метров стоим, а ему будто плевать. Только тише, ты какие-то... Так, какие будут наши действия? Что скажешь? Ну, я бы еще подождал. Нужно еще посидеть, посмотреть, я не готов действовать. Внезапно детектив хлопает вас по плечу, указывает в сторону пижона. Тот идет в вашу сторону, на его лице застыла улыбка. Но когда он подходит достаточно близко, чтобы разобрать лица, она немедленно сползает с его лица, он явно ожидал кого-то другого. Эм, а что вы тут делаете, ребята? Хм, бей его! А что это у тебя за коробка там лежит? Вы умудрились заметить небольшую металлическую коробку, которая стояла рядом с подозреваемым сталкером, до того, как он решил к вам подойти. Она, кажется, вам подозрительно знакомая, будто вы ее уже где-то видели. Пижон неловко кашляет и машет рукой, снова прикрывая ваше внимание, приковывая ваше внимание к нему. Ты о чем, ребята? Давайте не будем устраивать тут сцену. Я встречу своих друзей и тогда мы с вами поболтаем на Комсомольской. Честная пионерская. Хм, с кем встреча, если не секрет? Я обязан отвечать на этот вопрос, это мое личное дело. Никого постороннего она не касается. Тут серьезная ситуация, нам можно рассказать. Мне повторить, рассказывать я ничего не буду, точка. Что-то разнервничался, дружок. Я спокоен, как слон, а вот вам лучше бы немного сбавить обороты. Тут с нами детектив. Курдес дал ему право допрашивать кого угодно. Какая мне разница, что ему там разрешили? Курдес лидер только номинальный. Не захочу его слушаться, так никто меня не заставит. Да ладно, брось, дружище, будто мы что-то тебе сделаем. Не хочу я говорить, просто дело принципа. Чего ты не хочешь отвечать-то, я не пойму. Ничего такого страшного я не скрываю, просто у меня, как у свободного сталкера есть право не отвечать. Вот, меня прессуют сейчас, а от этого у меня еще меньше желания с вами что-то обсуждать, понимаешь? Понимаю и даже поддерживаю, но тут дело в том, что куртки от твоих любимых сигареток были найдены на месте убийства Вяленого. Ну, теперь понимаешь, тоже вы сразу не сказали, действительно, выглядит это нехорошо, но почему вы решили, что это я их там оставил? Ты же их куришь, у тебя даже твоя кличка из-за этого появилась. Ох, весомое доказательство, ничего не скажешь. Вы думаете, что я единственный в мертвом городе, кто курит такие мятные сигареты? Да, когда я их в порту покупаю, там еще как минимум человек 10 за таким же заказом стоят. Ребята, послушайте, я не понимаю, что вы хотите, я понимаю, что вы хотите поймать дятла, я сам этого хочу, но нельзя же обвинять в чем-то человека только из-за того, что его любимая сигаретная марка была найдена на месте преступления. Это абсурдно даже в наше неспокойное время. Звучит как туфта, я вижу, ты пытаешься водить нас за нос. Или нет? Тем не менее, а где ты был в момент убийства Вяленого? Сейчас я все скажу. Внезапно на лице пижона расплывается зловещая улыбка. О, кавалерия подоспела. Ну все, ребята, допрыгались вы. Что? 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 Во главе отряда молочков стоит ваш бывший работодатель с базовых товиков. Он медленно хлопает в ладоши с таким выражением лица, будто только что посмотрел выступление клоуна. Причем клоуном очевидно были вы. Очаровательно, просто очаровательно. Смотрите, кто пришел на нашу маленькую вечеринку. Угу. Раздался голос со стороны параши. А ты тут при чем? Это тебя ждал, пижон? В точку, именно меня и моих компаньонов он ждал. Хеха. А ты все допрашивал меня и допрашивал. Я же, между прочим, давал шанс уйти, но нет, обязательно нужно было до самого конца досидеть. Твоя болтливость тебя погубила в итоге. Ладно, это все уже не важно. Боюсь, что нам придется избавиться от ненужных свидетелей. Парни, оружие к бою. Погоди, а ради чего весь сырбор? Мы здесь дятла искали, а не тебя. Мужчина усмехается и обнажает желтоватые зубы. Ну так все даже, ну так все даже лучше, чем вы надеялись. Нашли не только дятла, но и дядьку, без которого он бы продолжал быть пижоном. Я его наниматель, и он отличный профессионал, добытчик, радость клиентов и всей моей организации. Ты говоришь, он не шизик. К чему тогда попытки, эти пытки перед убийством? Для придания дополнительных качеств продукту. Если жертва испытывает чудовищную агонию перед началом добычи продукта, тот переполняется химическими соединениями, чтобы, что особо ценится у моих клиентов. Никакого удовольствия я от этого не испытываю, просто работа. Страдания порой являются одним из ингредиентов рецепти великой поэмы или злословной матерной частушки, но ведь не до такой же степени. В принципе, связь между тем, что ты сказал и тем, что мы с дятлом добывали ближе, чем ты думаешь. Гексаген, кстати, процитировал, господи, сейчас бы вспомнить никого. Я помню, как звучит фраза, что типа страдания являются как показатель широкого ума, глубокого сердца, но вот, а где я это слышал? В книжке-то это было, вот, что-то вспомнить не могу. Ну вот, ладно. О каком таком продукте ты говоришь? О чем там? В принципе, связь между тем, что ты сказал и тем, что мы с дятлом добывали ближе, чем ты думаешь. Что ты имеешь в виду? Продукт шишковидная железа человека. Тонкая горошинка, застрявшая между извилин в мозгах. Каких только легенд они не сочинили. Поговаривают, что она дает нехилую энергию и просто запредельный кайф. Лично я эту дрянь в рот брать не собираюсь, но клиенты верят, что ни у меня, ни у моей организации поэтому вопросов нет. Это еще что? Некоторые просят подогнать им пососать свежую адреналиновую железу. Вот там весь реальный эффект. Чистый адренохром. Это не шутки. Брот, так это же все... Эта операция была направлена на удовлетворение аппетитов разнузданных каннибалов-наркоманов? Да ну, в этом... в этой горош... горошине человеческого мяса, граммов пять, все остальное ценные гормоны и химические соединения. И кто у вас в клиентах? Богатый, уставший от жизни и переставший получать удовольствие от более традиционных наркотиков господа, которым принадлежит больше, чем ты можешь себе представить. Наш с дятлом продукт их последняя отдушина. Разве не печально? А что за организация? Тайный картель ты, возможно, встречал наш символ, а может, даже общался с нашими почтальонами. Мы ведь всюду тише заткнутого пробкой рожка, незаметного дурацкого рисунка на мусорном баке. Да не дергайся ты так, мы совсем неплохие ребята, мы профессионалы, которые считают, что почта должна быть доставлена, несмотря на содержимое посылок. Вот и чудненько, пора умирать, а мы-то уже заболтались. Ну, силы у меня мало, а вот ловкостью попытаться атаковать первым. Погоди, детектив спутал нам карту, а я просто нанят Курдусом, я вас не сдам. Не, мы их завалим. Вы ловко отскакиваете в сторону и принимаете боевую позу. Ваши оппоненты явно ошарашены таким неожиданным трюком. Где он? Что вы стоите с толопой огонь? О, нихуя их тут сколько. Вот это поворот. Да, это, конечно, мда. Охуеть. Нас просто вообще охуеть. просто жесть. Так, давайте тогда мы получше подготовимся ко всему этому делу. так, что еще я могу как-то себя усилить улучшить. Но он голода почти избавился. О, харизму можно поднять. еще выносливость. ну, давайте попробуем, поставим все эти штуки себе под кайфом. Что еще можно? Ребятам тоже это можно выдать, кстати, попробовать. надо было, конечно, перед приемом сохраниться. Ну, допустим, я только себе это вставлю. Хотя не, лучше сделать без наркотиков сохранение. Давайте вот без наркотиков сделаем сохранение вот на четверочку. и теперь начнем раздачу. Что, все отдал, что ли? или я их накормил уже? Ну, да, да, я их накормил. Да, 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 отлично. Окей, значит, это мне назад, назад, назад. Ну, да, не могло же четыре банки остаться откуда-то. Так, тебе. 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 Ох, мы сейчас наширяемся все тут вместе. Ой, наширяемся. каждый-то по три ампулы себе поставил. БСФ-12 такое есть? А, есть, да, БСФ-12 раздал уже. Так, ну, что? Нет, останусь в костюме, потому что тогда я наберу радиацию и ничего у меня не получится. Хм. Хм. Ну, вот сейчас мы станем вообще как манерами, маньяки. Фух, ну что? Как-то максимально к бою я готов. 8-22. Учитывая, что у нас сейчас даже силы должно стать много. Так, давайте, может, его сразу сейчас возьмем. Ну, мы с помощью показателя силы можем всех распугать, но я бы их всех все-таки попытался завалить. нужно подойти к нему и схватить под белые ручинки. хм. Ничего не работает. Так, а что это у тебя там за коробка? Угу. С кем встреча, если не секрет? Так. Ну, брось, дружище, будто мы тебе что-то сделаем. Прицепили же, господи, Валю, сатановского я жду, мужика такого с базовых тревиков. У меня с ним дело есть. Ага, что за дело? Вот этого еще вам не хватало рассказывать. Финансово у нас с ним дела. Купля-продажа. Компренде? Угу. Так, ну-ка. Нелеганщина, нелеганщина, блядь, нелеганщиной какой-то занимаетесь наркотики. Все, все, у меня, как у свободного сталкера, есть право не отвечать на ваши вопросы. Типа, ты тянешь время и что-то пытаешься выждать. О чем ты? Кто может мне объяснить в паре слов, что от меня хотят? На месте недавнего убийства, понятно, о курке. Пошло, поехало. и что? М-м-м-м-м. М-м-м-м. М-м-м-м. Так, понадеяться на случай, конечно, у нас не так велик показатель удачи. но могу заспойлерить, я чисто случайно тоже увидел. М-м-м-м. М-м-м. Что-то сделать. Но это чисто нам, по-моему, дает возможность первыми сходить, не более. И то, мне кажется, детективы, блин, завалят нахер. Так. Ну, еще и вот, что думаю, надо сделать отдельное сохранение, где мы наркотой уже накачаны, в нельзя, чтобы потом по-новой это не делать. Так, это мы под наркотой, а вот на площадке, отлично. Тут еще одно сохранение сделаем. Так, 146 очков здоровья, плюс я стрелять могу два раза, и мои ребята тоже могут. Так, начнем с вооруженных, ребят. 165, офигеть, ну, у нас-то здоровья-то много теперь. Офигеть, детектива убили. Жаль, конечно, может, можно как-то спасти мистера детектива. Нет, никакие команды ему даже отдавать нельзя. 75, 75, 75, ахуеть. Так, короче, эти пацаны по нему метелят нормально. 50, ага. Огонь. Я двоих минуснул вообще на раз. ублюдок, а. Фидель, вставай скорее, мать твою. Да фид, чё в одного-то все не стреляете, мать вашу. Офигеть. Да, стелет он, конечно, только в путь. А почему у меня опять патроны, блин, он чё, опять какой-то не тот рожок вставил? Мда, бедняга, бедняга. Может, конечно, стоит погуглить, как его спасти. Боевой бронежилет. О, интересно. А у тебя обычный, да? Да. так, это тоже из покрышек и говна сделан. Гранаты я брать не буду, у нас их и так полно. Эти все с говном каким-то ходят. так. 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 у меня вот такая же переделка, как у меня. Еще 16 раз мог выстрелить в меня, скотина такая. 8-19. Неплохо, неплохо. Ну, чуть получше моего, конечно. Получше эмки даже. при этом 4-5-6-2. Ага, у нее урон меньше, но стрелять им можно чаще. Ясно, где собака зарыта. чемоданчик для переноски органов с шишковской железной, с шишковидной железой бедолаги вяленого. Эх, ты. не дожил до конца. Так, где выход-то? А, вот. Попробую задаться вопросом. Так, в интернете можно ли детектива спасти? Ну, скорее всего, нет. Там слишком уж однозначно по нему все начинают шмалять. Так, как спасти детектива? Так, да, входим сюда. Ух ты. А че мне со здоровьем? А, ну, у меня всевозможная ломка началась, да. но по-другому в этом бою никак не выжить, не обколовшись просто в усмерть. Так, ладно, пока он там не торопясь идет, я ищу инфу по детективу. Сдаю квест Курдерсу, детектив убит в бою, говорю, что он продолжит расследование. Эм... там разработчики еще, смотрю, пишут, да, они все-таки знают про этот баг, что квест не совсем корректно работает, оказывается. О, а ты кто такой, я тебя не знаю. Ты тут всегда стоял? Скоро Комсомольская станет в спокойной гавани в мертвом городе. А, ну, то есть ты со мной не общаешься. Понятно. Насколько я перегружен? Ну, нормально. Обычно я 75 ношу с собой. пацаны-то тоже под кайфом. О, пи... Да, да, полный набор. Ну, я почему, собственно, так уверенно обкололся всей этой херней, потому что у нас это все должно пройти за две недели в пути, когда мы отсюда уходить будем. В общем, слушай, что произошло. Вы рассказываете о вашей конфронтации с Пижоном, Дятлом и его зловещими дружками. Курдес внимательно слушает все холодящие кровь подробности и не перебивает. Наконец вы замолкаете, начальник станции тяжело вздыхает. Жуть какая-то, наркотики из людей, таинственные банды, секретные картели, мертвый город стал ареной совсем, совсем уж дичь. Хорошо, что решил вложиться в большую охрану. Слушай, ты рассказал, что у него, у его нанимателя было довольно много сообщников. Как тебе кажется, действовал ли Пижон и Дятел Один или убийство совершали разные люди? Полагаю, что это вполне возможно, но Пижон был как минимум главным добытчиком. Да, наверное, ты прав. Наверное, ладно, неважно уже, тайный картель, матери божья, что только не придумывают люди. Тьфу. Курдес снова вздыхает, устало прикрыв глаза, потеряет переносицу. Так, а что, кстати, случилось с детективом? Что-то я не вижу его поблизости. А, детектив решил продолжить расследование. Странный, но достойный уважения поступок. Я рад, что он остался жив. О, ну понятно, да. Кто знает, может ему удастся докопаться до сердца этого жуткого картеля. Маловероятно, но вдруг. Да, но так или иначе, хорошо, что теперь есть хоть какая-то ясность по лечине маньяка. Думаю, что убийства также прекратятся, а благодарить мы за это можем только тебя, но и детектива немного. Так, а что насчет моей награды? Да, конечно, сейчас все будет. Мужчина ныряет под стол и выныривает обратно, уже сжимая в руках большой медицинский саквояж. Вот тут аптечки, 3000 рублей, патроны разнообразные. Смотри, не надорвись, пока несешь. Боюсь, что это все, что у меня есть. Но не переживай, тут достаточно хабара, чтобы порадовать даже самого искушенного сталкера. Спасибо. Ого. Нормально он нам тут отсыпал. Так, ну что, осталось еще одно действие, которое я хотел бы сделать в этой серии, это сходить и рассказать Гаврилову, что девушка там, в общем, потекла, влюбилась и так далее. И на этом мы закончим серию. Так, смотреть то, как я долго ковыляю до пристани и так далее, и так далее, я думаю, смысла нет, поэтому давайте я нырну в паузу и уже непосредственно нос к носу с господином Муравьем уже сообщу ему замечательную новость. Итак, вот я на месте. Приехал, доехал, молодец, огурец. Кстати, интересный момент. Мне рассказали, что оказывается, можно вот этих коров доить, то есть просто нужно подойти с бутылкой и можно получить бутылочку молока. Такие вот дела. Окей. Старичок Гаврилов смотрит на вас тиры-пыры, это неинтересно. Так, мне... Не понял. Феноменальный факт. Лариса не только нашлась, но и согласилась присоединиться к Гаврилову в красном бойце. Мне нужно будет... Мне нужно будет какой раз навестить этих двух в поселке. Может, она не приехала еще? Хотя странно, я ее в самом начале еще повстречал. Но хединовый панцирь я не буду просить сделать, потому что в противном случае все опять сломается. Паша глубокомысленно созерцает. Ага. то есть он полностью закончил. Ну, и как выглядит туалет-ванна? Очень неплохо. Даже стиральная машина есть. Что? Помыться можно. А-а-а. Вот оно что, радиацию снимает. Вы спокойно раздеваетесь, заходите в душевую кабину. Тугие струки воды из душевой лейки, обжигающей ледяной. Вы с радостью смываете своего тела грязь и закрываете кран. Правильно люди говорят, кто не ценит гигиену, будет быть потом гиеной. Круто, круто. Так. Ого. Нормально. 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 Нас атакуют? Что? Сос, сос. Мы были атакованы шайкой грабителей недалеко от поселка Красный Боец. Нам срочно нужно на помощь. Опа. Это недалеко от нас, наверное, можно помочь. Надеюсь, я не опоздаю. Интересно. Ну, Гаврилов, ну, Гаврилову еще эта женщина не пришла. Вот в чем дело. О, сколько они тут насадили свеклы всякой. Нет, ну, можно быстренько проверить, может, она в каком-то доме спряталась от нас. Ну, вроде бы, они по домам, типа, не сидят почти. Нет, этот дом еще разрушен, можно так сказать. Это кто? А, вот она. Уже знакомая вам, но оттого не менее загадочная одноглазая женщина радушно улыбается, помахивая вам металлическим крюком, замещающая ей кисть руки в знак приветствия. Когда вы подходите ближе, она заговаривает. Вот и ты. Спасибо тебе огромное, что свел меня с Гавриловым. Я уж и не надеялась, что удастся хоть когда-нибудь мужика заполучить. А вот как вышло. Да еще и такого отхватила. Рукодельник, романтик, трезвенник. Ночами не спала, все гадала, как бы мне за это дело тебя отблагодарить. Остановилась на таком. Каждую неделю буду для тебя какой-нибудь ближайший запрос за Хабаром гонять. Мне не впервой. Бывшая сталкерша, как-никак. Какую редкую штуковину найду, твоей будет. Ты только обращайся. Угу, понятно. Может у тебя есть для меня что-нибудь? Хороший кастет. Ну да. Женщина протягивает вам подблескивающий проблескивающим крюком котомку. Вы быстро перекладывайте ее содержимое в свой мешок. А как тебя глаз умудрило потерять? Ворона выклевала. Эй, думаешь я вру? А вот и нет. По одной заброшке со сталкером копченым лазили. Наткнулись на растяжку. Дальше так было. Копченого в клочья разнесло. А я в окошко сигануть успела с третьего этажа шлепнулась на землю и сознание тут же потеряло. Не знаю насколько но времени хватило чтобы воронье вокруг собралось. Очнулась от боли когда одна из этих сволочей меня сперва в лоб а потом прямо в закрытый глаз клянула. Видать за мертвичину приняла. Я конечно эту пернатую дрянь за такие дела схватила сразу до шеи свернула. Но глаз было уже не спасти. А почему у тебя крюк тогда? Купила я этот протез у старьевщика Славика в Трудоградском тракте. А уж где он его добыл я тебе не скажу. Славик конечно пробовал заливать что он эту штуку в военном музее раздобыл и что до меня и какая-то сказочная воительница на протяжении всей Великой Отечественной пользовалась. Это отсылка к Баттлфилду уже понятно. Но это же брехня собачья. Думаю в больничке какой стырил. Такие крюки в былые времена много кому вставляли. Довольно удобная штука. Куда практичнее деревянные руки хоть и выглядят довольно отталкивающе. Ну все. А нет. На-на-на-на-на-на. Гожин. Что за фигня? Она не закрывает мне квест. Хотя не. Можно у него спросить что нового в поселке. Он там скажет. про последнее подселение ты и так знаешь. Твоя новая повариха огонь девчонка на вид тихая, скромная, но такие анекдоты травят, что усыпочком встают. Ясно. Попробуем еще раз с Гаврилову подойти. Ну окей, давайте посмотрим, где там кому помощь нужна. А, напоследок серии попробуем что-нибудь там с Гавриловым сделать. Ну, я не знаю. Я не вижу, что есть никого, кому нужна была помощь. А, во! Похоже, что торговцы попали в засаду каких-то негодяев. Ну, понятно. Если это вот именно вот это. Да они сами тут сейчас всех перестреляют. Даже выстрелить не успею. Это ничего у него... А, это он. Я думал, у него борода еще красная докупка. Ну вот, мы успели только двоих завалить. Там сам торговец отстреливался. Будь здоров, как. Так. Так. Ну, судя по всему, они и своих немного потеряли. Тысяча рублей. Неплохо. Шесть тысяч. Охереть. Откуда у него такие деньги? И счетчик Гейгера. Он мне уже не нужен, он раньше бы мне пригодился. Ладно, это было неинтересно и скучно. Кто бы мог подумать, что это просто вот мне нужно явиться и спасти блядских торговцев. Меня, конечно, больше всего парит, что я вот не могу завершить этот квест последний. Что, господин Гаврилов сейчас просто мне снова повесит игру. Так, шестьдесят. Ну что, смотрим, повесит, не повесит игру. Хитиновая броня, все, понятно. Он снова нам все повисает, зараза такая. Ну, как бы то ни было, на этом мы заканчиваем серию. Так что, всем спасибо за просмотр. В следующей серии уже пойдем в грибницу сдаваться. Всем пока.